Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые слушатели. В первую очередь, позвольте поблагодарить за возможность выступить сегодня на данной конференции и обсудить с вами такую тоже немаловажную тему, как иммуноопосредованные нежелательные явления. Это то, с чем сталкивается каждый онколог, который проводит иммунотерапию. Это то, что возникает достаточно часто на различных видах иммунотерапии, как и на анти-ПД-1 терапии, на анти-ПДЛ и анти-CTЛ-4. И, конечно, когда мы больше получаем данных о иммунотерапии, тем больше мы получаем данных и о иммуноопосредованных нежелательных явлениях. Также раньше казалось, что редкие нежелательные явления встречаются редко, но сейчас мы все чаще их видим. Это и осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы, и со стороны нервной системы, с чем сложно справиться, и не всегда гормонотерапия является эффективной. Естественно, мы знаем, что осложнения могут быть со стороны любого органа или систем органов. И у нас есть клинические рекомендации, которые обновляются практически каждый год. По управлению иммуно-посредованными нежелательными явлениями выпускается коллективом авторов. Мы всеми прекрасно ими пользуемся буквально каждый день, когда работаем в своей реальной клинической практике. Также есть рекомендации американского сообщества онкологов, которые недавно обновились в мае 2023 года. И там в целом есть на что посмотреть, есть новые рекомендации и новые положения, на которые следует обратить внимание. Первое, на чем хотелось бы остановиться, это сроки возникновения иммуно-посредованных нежелательных явлений. В целом они нам известны, да, на различных видах терапии разные сроки возникновения того или иного вида токсичности. Это и на анти-CTL4 терапии, да, там в первую очередь возникает СИП, потом может быть диарея или гепатотоксичность, так и на других видах. Что же в этом изменилось? Появилась не только острая токсичность, но есть и другие виды. Острая токсичность – это та, которая возникает непосредственно на фоне иммунотерапии. Но также сейчас появились данные о том, что даже после завершения нашего лечения, через три месяца, а может быть и более, появляются отсроченные. То есть даже если наши рекомендации посмотреть, рекомендуют наблюдать за пациентом через три месяца, да, можно закончить наблюдение со стороны иммунной системы, то как бы сейчас парадигма сдвигается, то есть нужно пациента наблюдать дольше. И также есть данные о хронических иммуно-посредованных нежелательных явлениях. Это те, которые возникают на фоне терапии, потом сохраняются очень длительное время. То есть сохраняется персистенция. Рассмотрим много поподробнее. Начнем с отсроченных иммуно-посредованных нежелательных явлений. Здесь представлены данные ретроспективного анализа 20 исследований, то есть достаточно большое количество пациентов было включено. Это пациенты с меланомой. И вот здесь мы можем наблюдать, что в целом примерно у 5% пациентов возникло нежелательное явление через три месяца после завершения терапии. Чаще всего это были колиты, сыпь и пневмониты. Конечно, это не так часто встречается, но мы должны об этом помнить. При том, что немалый процент составила достаточно опасную токсичность. Это в третьей-четвертой степени почти 40% пациентов. Это то, на что мы должны обращать внимание. Далее немного сделаю акцент на хронических иммуно-посредованных нежелательных явлениях. Это чуть менее большой анализ. 387 пациентов, которые получали адювантную иммунотерапию по поводу меланомы в основном. И у большей части пациентов возникло острое нежелательное явление, которое со временем пришло в хроническое. То есть, посмотрите, 167 пациентов, которые остались жить с нежелательным явлением практически на свою оставшуюся жизнь. Чаще всего это были артриты и тиреоидиты. То есть это то, что требует постоянной сопутствующей терапии. Конечно, это небольшая степень выраженности. В основном G1, G2. Но все равно пациент у нас остается под наблюдением того же ревматолога или эндокринолога. И вот еще одни данные есть. Здесь сравнивались пациенты, которые получали терапию иммунотерапию, и пациенты с хроническим аутоиммунным заболеванием. В основном это исследование было направлено на оценку качества жизни таких пациентов. Здесь мы можем отметить, что 200 пациентов было включено, которые получали иммунотерапию. Что 35% из них, то есть это достаточно большой процент, которые остались опять же со своим иммуноопосредованным нежелательным явлением. Чаще всего опять же это были артрологии, мелгии и гипотиреоз. И у этих пациентов отмечено клинически значимое снижение качества жизни. То есть это пациенты, которые постоянно получают поддерживающую терапию и вынуждены наблюдаться у смежных специалистов. Напомню немного об основных принципах лечения нежелательных явлений. Это в первую очередь назначение гормонотерапии. При 3-4 степени выраженности необходимы разные дозы для разных иммуноопосредованных нежелательных явлений. На что стоит обратить внимание в том, что сейчас в целом сдвигается парадигма в сторону назначения дополнительных иммунодепрессантов при неэффективности гормонотерапии буквально в первые 48-72 часа. То есть если мы наши рекомендации возьмем там в основном через 3 дня, где-то берется интервал и больше идет акцент на повышение дозы гормонов, то в американских рекомендациях там при неэффективности буквально уже в первые двое суток сразу рекомендуют добавлять дополнительные иммуносупрессирующие препараты. Ну и, конечно, необходимо, если это тяжелое нежелательное явление или редкое, привлечение специалистов различных специальностей и мультидисциплинарный подход. Вот здесь я в табличке суммировала различия в рекомендациях, которые существуют в настоящий момент. На самом деле их не очень много, но вот опять же, в чем принципиальное различие, у нас как-то больше идет на повышение дозировок гормона. То есть, допустим, там же в кожной токсичности, в гепатотоксичности сначала идет там 1 мг на килограмм, потом 2-4, и потом уже только добавляем какой-то иммуносупрессирующий агент. То американские коллеги больше рекомендуют чуть меньшие дозы вначале добавлять, но при этом при неэффективности сразу добавлять иммуносупрессанты. И вот основное такое тяжелое нежелательное явление – это миокардит. Тут тоже есть различия. По нашим рекомендациям сначала идет 1-2 мг на килограмм метилоприднизолона, потом пульстерапия. То в американских рекомендациях рекомендуют сразу с пульстерапией приднизолона назначать. Что же делать, когда пациент не отвечает на гормоны? И таких нежелательных явлений тоже существуют. Слава богу, они встречаются достаточно редко. Здесь вот приведен анализ пациентов, которые страдают раком легкого – 2750 пациентов. Всего лишь 2% пациентов, у которых выявлена гормонорезистентность. Если мы посмотрим на круговую диаграмму, успешные случаи лечения таких нежелательных явлений составляют примерно 50%. То есть только половину пациентов мы можем избавить от этого нежелательного явления. И примерно 25% умерло, к сожалению, в основном либо из-за прогрессирования или самого нежелательного явления. И вот что важно, что 31% из этих пациентов умерли от побочных эффектов иммуносупрессии. То есть это в основном, конечно, инфекционные заболевания, которые присоединяются на фоне иммуносупрессивной терапии, которые тоже очень, соответственно, важны, для которых требуется терапия. Также есть еще анализ пациентов, которые были пролечены также по поводу нежелательных явлений иммуно-посредованных. Это анализ пациентов за 7 лет. И всего 26 пациентов, которые были включены в это исследование, которые были резистентны гормонотерапией. В основном лечили их инфлексимабом, либо в 23% микофенолатом и амфетилом. Опять же, на что стоит посмотреть, это то, что из этого количества пациентов только 50% пережило трехмесячный период. То есть половина пациентов, к сожалению, погибла вследствие либо прогрессирования заболевания, либо самого нежелательного явления. И вот также 12% умерли из инфекции. Конечно, когда мы назначаем препараты иммуносупрессивные, это всегда должен быть стационар, всегда должно быть под наблюдением врача, знающего врача. Это мультидисплинарная команда, чтобы были обязательно клинические фармакологи, которые помогут в назначении антибактериальной терапии в случае развития инфекций. Ну и вот здесь суммарно приведены препараты второй линии, которые могут использоваться при гормонрезистентности. Этот список постоянно обновляется. Сейчас достаточно большое количество исследований посвящено поиску новых препаратов, которые мы можем использовать при гормонрезистентности. Также здесь суммировано, какие препараты при различных иммунонепосредованных нежелательных явлениях используются. В наших рекомендациях при гормонрезистентном колите добавляется инфлексимаб или ведолизумаб. В американских появился еще тофацетиниб и устекинунаб. Соответственно, это препараты, которые используются уже при резистентных к иммунфлексимабу колитах. То есть даже уже дальше идут исследования. И при миокардитах, вот хотелось бы остановиться на препарате Абатацепт, который был одобрен FDA, уже включен тоже в их рекомендации. Препарат, который хорошо справляется с гормонрезистентными миокардитами. Сейчас идет исследование третьей фазы, которая недавно буквально запустилась. Будем ожидать результатов этого исследования. Здесь больные будут поделены на две группы. Это кортикостероид плюс Абатацепт и кортикостероид плюс плацебо. Туда будут включаться пациенты не только с миокардитами, но и другими кардиотоксичными иммуно-посредованными нежелательными явлениями. Соответственно, будем ждать, пока этот препарат будет зарегистрированный у нас, чтобы мы могли его использовать и успешно лечить тяжелые, жизнеугрожающие иммуно-посредованные нежелательные явления. Хотелось бы поговорить немного про возобновление иммунотерапии после нежелательного явления. Это когда ситуация, когда мы лечили пациента, у него возникло какое-то нежелательное явление на третьей-четвертой степени, мы отменили терапию, но при этом у него был эффект. И мы хотели бы, например, при меланоме вернуться к этому препарату. И вот здесь тоже проведен анализ из реальной клинической практики. 24 тысячи случаев с нежелательными явлениями. У 6 тысяч пациентов была повторно назначена иммунотерапия. В анализ, правда, всего вошло, вот опять же, сколько нам данных нужно, для того, чтобы что-то получить, в анализ вошло только 452 пациента. Чаще всего повторно развивались пневмониты и колиты. У 130 пациентов развилось одно и то же нежелательное явление на одной и той же самой терапии. То есть, когда мы принимаем такое решение о том, чтобы вернуться к иммунотерапии после развития нежелательного явления, мы должны об этом помнить, что вернуться может то же самое нежелательное явление, но и новое еще тоже появится. Время примерно было сопоставимое по развитию. Единственное, что пневмониты развивались чуть дольше, чем изначально. И также вот есть данные небольшого анализа, в которой 40 пациентам было назначено повторная иммунотерапия. Опять же, чаще встречались пневмониты, колиты и артрология. Здесь вот в этом анализе было отмечено более длительное время до развития нежелательного явления, и почти у половины отмечено развитие такого же нежелательного явления или нового. В НСН там в целом вынесены общие принципы по речелленджу, то есть в каких ситуациях мы можем пациенту повторно назначить. Ну и, конечно, мы должны понимать, насколько это клинически оправдано, то есть будет ли у пациента эффект, не было ли у него прогрессирования на иммунотерапии, и насколько это оправдано, насколько у него было выражено нежелательное явление. При развитии такого же нежелательного явления не рекомендуется полная отмена препарата. Не стоит, конечно, усердничать, потому что даже в предыдущем анализе там назначали иммунотерапию пациентам, у которых уже развивался миокардит на фоне ингибиторов иммунных точек контроля, или, допустим, токсичность нервной системы, то есть это жизнеугрожающие осложнения, с которыми крайне сложно справиться, и в таких случаях, конечно, не рекомендуется повторное назначение иммунотерапии, ну или если это было жизнеугрожающее иммуно-посредованное нежелательное явление. Конечно, нужен мультидисциплинарный подход, то есть смежные специалисты всегда должны участвовать в судьбе пациента, назначение поддерживающей терапии или гормонозаместительной терапии, это всегда плюс для пациента, и, конечно, стоит обращать внимание, какую терапию пациент получал до этого. Если это была комбинированная иммунотерапия, то акцент делается на монотерапию, то есть к комбинированным препаратам возвращаться достаточно так нужно подумать, потому что вероятность повторения одного и того же нежелательного явления достаточно высокая. Позвольте суммировать доклад. В настоящий момент, конечно, проводится все больше и больше исследований на эту тему по нежелательным явлениям, и проводятся исследования по поиску биомаркеров, то есть то, на что мы могли бы ориентироваться, будет у пациента нежелательное явление или нет. В целом мы можем обсуждать вопрос о реиндукции иммунотерапии при определенных условиях. Есть новая классификация по срокам нежелательного явления, то есть мы должны пациента более тщательно и более длительно наблюдать. Ну и все-таки идет сдвиг в сторону раннего назначения иммуносупрессоров, которые помогут нам дополнительно скорректировать все осложнения. Продолжение следует... Продолжение следует...